Здравствуйте! Одним из главных условий урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта стало предоставление автономии Нагорному Карабаху. О том, что это будет за автономия, какие полномочия будут у этой автономии, мы говорим сегодня с директором экспертного совета Баку-нетворк Эльханом Алискеровым. Здравствуйте, Эльхан. Очень рада вас сегодня видеть. Давайте начнем с главного. Что это за автономия? Вопрос предоставления высокого статуса автономии Нагорного Карабаху, то есть армянам, которые проживают в Нагорной части Карабаха, это один из элементов нашей внешнеполитической декларации о путях урегулирования этого конфликта. Да, здесь урегулирование этого конфликта несколько этапов. И самое последнее, это, значит, фигурирует референдум о том, чтобы армяне Нагорного Карабаха изъявили свое волеизъявление о будущем Нагорного Карабаха. Но этому предшествуют другие этапы должны. Это освобождение территории вокруг Нагорного Карабаха, возвращение беженцев, возвращение азербайджанских беженцев на территорию бывшей Нагорного Карабахской автономной области. Это большой процесс. Но я сегодня хотел бы затронуть тему именно вопроса о праве армян Нагорного Карабаха на самоопределение. Эта тема фигурирует в документах, в мадридских принципах и других принципах. Этот контекст лежит в переговорном процессе. Но мое мнение и отношение к этому процессу немножко исходит из реалий исторических. Вопрос о праве нации на самоопределение был поднят несколько раз и утвержден на завершающей стадии Хельсинского совещания стран мира в Хельсинки и касался права на самоопределение народов, которые находятся под колониальным игом. Имелось в виду народы Южной Родезии, в африканских странах в основном, в Полинезии, в других странах. Народы, которые не имели своей государственности, им предоставили право на самоопределение. Термин «право на самоопределение» в контексте с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией – это нонсенс в моем понимании. Почему? Потому что, во-первых, мы говорим о предоставлении права нации на самоопределение армянам, которых в Нагорном Карабахе осталось меньше, чем они жили в период, когда это была автономная область в составе Азербайджана. А в цифрах? В цифрах, это тогда по статистике 150 тысяч армян проживало. Сейчас, по нашим данным, около 35-40 тысяч армян осталось. То есть сократилось. Здесь вопрос стоит о том, что имеют ли право армяне, которые проживали на Нагорном Карабахе, на самоопределение. Хотят ли они этого? Они не хотят этого. Азербайджан декларировал это, что мы готовы предоставить самый высокий статус автономии в составе Азербайджана. Они не хотят урегулировать конфликт, потому что страна, которая желает урегулировать, предположим, они говорят о независимости. Мы говорим о высокой степени автономии. Если они хотят независимости, они будут сели за стол переговоры, говорят, вы говорите это, а мы говорим о независимости. Давайте найдем что-то. Они не садятся за стол переговоров. То есть их не интересует ни право на самоопределение армян. Их не интересует и вопрос независимости. Проблема Армении, нынешнего Карабахского, это проблема территории. Это не связано с гуманитарным вопросом прав человека на самоопределение. Те люди, которые проживают на горном Карабахе, это в основном люди, которые обслуживают военную базу. Военные силы вооруженных сил Армении, которые дислоцированы. Это тыловые части, обслуживающий персонал. Карабахцы в основном уехали оттуда. То есть мы говорим не о жителях, мы говорим о людях, которые там находятся временно по долгу службы. Да. Там воинские части. Как мы им предоставим право на самоопределение? И надо ли им предоставлять? Имеет ли право? Многие из них участвовали в резне в Ходжалах, нападениях на азербайджанские селы. О каком праве на самоопределение вот этого контингента людей мы можем говорить? Хорошо. А исторически? Исторически. Я считаю, что в свое время, когда Совнарком принимал решение о предоставлении автономии армянам Нагорного Карабаха автономии, это была совершена ошибка. Естественно, это предоставляется, как якобы Армения передала Карабах Азербайджану. На самом деле же, это была декларация о том, что оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана. То есть не трогать. Но вторая часть о предоставлении автономии, это была ошибкой. Под влиянием Микояна, других групп. Это было принято при Сталине. Это было принято взамен на то, что Зангизур также отчустили. И в этой ситуации, я думаю, что надо восстановить историческую справедливость. Я думаю, что в случае, если армяне в Ереване примут какую-то декларацию или закон о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, мы должны готовить документацию, правовую основу о том, что лишить впредь армянам Нагорного Карабаха право на автономию. Зачем? Они не хотят этого. Их осталось 30 тысяч. 30 тысяч армян проживает и в Баку. Зачем же им предоставить автономию? Тогда мы должны предоставить армянам в Баку тоже автономию. Их не так много. Здесь другой элемент. Имеется в законе, в Хельсовском совещании, право на самом деле народов. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, это не народ. Это армяне, этническое меньшинство. Об этом говорилось на Кавказской конференции, которая была проведена Институтом стратегических следований при президенте, посвященном Кавказу. Там профессор Бохомского университета, Хельс, он сказал, что это не отдельный народ. Это этническое меньшинство, это армяне, которые проживают по эту сторону границы. Они не вправе требовать права на самоопределение. Это ложная посылка, которая легла в основу наших сопредседателей, которые ездят с этой идеей. и является элементом будущих переговорных процессов. Я думаю, что мы должны по многим параметрам готовиться к тому, что мы это право не должны принимать. Это не только прихоть, это и юридическая база имеется. Тут что можно сказать? Во-первых, этнические проживающие армяне называются шорт-вадцами, перевертышами. То есть их так называют в Армении? В Армении так и называют. Если этот элемент считается близким к Азербайджану, этнически, в Армении считается близким. Так почему же мы должны их присоединять именно в сторону Армении, подталкивать? Да, я думаю, что в рамках экономических каких-то реформ, в рамках наших экономических проектов этот вопрос тоже можно решить. Если при том условии, что они примут за основу наше законодательство, наши правовые правила, в Азербайджане проживает очень много этнических меньшинств, некоторые почистятся больше, чем армяне, они не требуют особой автономии, они счастливо живут в Азербайджане, находятся на руководящих постах, и здесь проблем нету с этим. Эта идеология мультикультурализма подразумевает, что все нации здесь живут и должны жить по единым законам. Это принцип не только наш, это принцип и в России так есть. Если в каждой регионе, в каких-то странах каждый народ будет требовать, имеющей численность выше 30 тысяч, себе государственность, то это посмешище. Хорошо. Вы только что сказали, что если в Армении будет принят закон о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, а это вообще возможно? В реалии сегодняшней Армении страна, которая, в моем понимании, она больше изо дня в день становится фейковой. То есть это название государственности есть, но как государственность, она очень не структуризирована. Там есть парламент, состоящий из криминальных групп, они могут принять такое решение. В принципе, для них, да, если, конечно, будет согласие, отмазка от хозяев, они могут это сделать. Но все дело в том, что есть международные правовые нормы. Страна, где проживает там 30-40 тысяч курдов и езидов проживает. Точнее, езидов, так скажем, огнепоклонников. Почему Армения считает, что Карабахи 30 тысяч армян должны пользоваться государственностью, а своим гражданам езидской национальности не предоставляют. Я не говорю о том, что 200 тысяч азбаджанцев они изгнали. Этот шлейф преступлений против нас должен побудить мировое общественное мнение, лишить права армян на самоопределение на горном Карабахе, потому что слишком большой шлейф. 200 тысяч – это только последняя волна. Да, я не говорю о том, что они натворили по периметру на горном. Вы знаете, все-таки в государственных отношениях и в межнациональных отношениях принципы должны соблюдаться обоюдной. То есть, если ты сломал дверь соседу, ворвался в его комнату, ты не должен требовать, не имеешь морального права требовать, чтобы этот сосед тебе еще приносил халву с чаем на подносе. Но если даже ты это требуешь, это не значит, если даже ты вынужден это принести, это не значит, что другие твои соседи тебя одобрят. Я думаю, что международное общественное мнение, и я нашел подтверждение в словах профессора Боховского университета, о том, что они утеряли право на самоопределение. Этот вопрос надо обсуждать, видимо, с сопредседателями. Да, это сложно, потому что это сидит в каком-то переговорном процессе, мы не настроены нарушать переговорный процесс, мы настроены на урегулирование конфликта, мирного урегулирования. Однако все должны знать, что Азербайджан сделал самый большой компромисс, о том, что декларировал возможность предоставления им самую высокую статус. Этого, в принципе, мы могли бы и не делать. Но мы пошли на компромисс. Этот принцип к армянам Карабаха не имеет никакого отношения. Азербайджан сделал огромный компромисс о том, что в очередной раз, исходя из нашей ментальности, из нашего желания восстановления мира в регионе, мы предлагаем им остановить. Но это не факт, что так оно и будет. Спасибо вам большое. Это было очень интересное интервью. Спасибо. Напомню, что это было мнение директора экспертного совета Баку-нетверк Эльхана Алискерова. До свидания.